Сменить баранку на весло водитель утонувшей Нивы совсем не планировал. Но сейчас где-то под водной гладью скрыта его новенькая красавица. Даже с водолазом найти ее сразу не удается. За дело взялись березняковские автолюбители мощных и проходимых машин. Они примчались, как только услышали о беде. Ведь в водный плен попало не только авто, но и несколько кораблей. Кто-то из них прибыл разгружаться, кто-то привез отдыхающих. Но войти в канал сюда не рискнули. С каждой минутой становилось все темнее. Шансов найти машину все меньше. Водитель Нивы за несколько часов едва произнес пару слов и тени на камеру. Он был шокирован произошедшим. Пришел сюда на береге. Сидел двое силы. Вышли в сумме. После того, как машина скатилась с горки в реку, мужчине стало совсем грустно. Но бравые помощники не теряли надежды. Водолаз таки сделал свое дело. Как только он нашел машину под водой, привязал тросом. Осталось прицепить Ниву к лебедкам и вытянуть на берег. Путная вода и точно неизвестно, где находилась. То есть сядь, удаление. Фух, давай. Как бы вымотался. Давай! Тяжелые и сильные машины довольно быстро вытянули утопленницу. Но торопиться знающие люди не стали. Как только уровень воды снизился, спасение продолжили. Для начала сняли машину с передачи и вывернули колеса. Однако бедняжка уже чувствовала себя неважно. Ближе к полуночи движение на канале возобновилось. Ниву, помятую давлением воды, вытащили на берег. Оплата работы водолаза и последующий ремонт по праву сделают эту машину золотой для хозяина. Хорошо, что хоть помощники и автолюбители денег не взяли. К счастью для них помочь в беде – дело чести. Илья Ивлова, Николай Шиляев. Наши новости.